всем доброго утра из-за листы второй день есть такая умная поговорка не говори губ пока не прыгнешь это наверно про нас это наш случай мы вам вчера обещали что мы сегодня утрецом поедем на такое священное место одинокий тополь поехали но вечером и ночью лил все время дождь очень сильный а там чтобы до этого поле доехать нет там уже грунтов какие там люди ездят но там грунтовка мы и мы не хотим рисковать друг там застрянем вот сейчас мы направляемся в сторону бакачкалы татьяна полна что хотите сейчас сказать мы про специально стоим в таком ракурсе чтобы сразу не палить контору а мы нашли улики это наша можно сказать коллеги только из лесной покажу посмотрите ребята если вы как бы видите себя ваши вот этот ваше детище мы вам рекомендуем особенно табличку вот эту поменять вот это давайте вам покажу вот эту табличку лучше поменяйте икея лучше по-русски напишите другим шрифтом иначе вас икея за авторские права очень сильно нагреет на деньги поверьте мне уже много было случаев когда людей прямо через суд на очень много много денег наказывали поэтому рекомендую вам как-то по-другому не называйте как хотите только шрифты не надо икеевский такой на основной вывеске вот тоже ребят нужно сменить это икеевский шрифт не но это не это шрифт ариал самый жирный ну блин у икеи у икеи другой шрифт нет есть другой шрифт просто само вот это просто любое упоминание слово икея является не очень вот я был 2 л сделать и вот это олл это разные икеи получается а олл не значит такой улики полики а олл когда двоел это получается перестирать разные икеи в общем ребят имейте ввиду просто нас за это дело уже нагревали на то что мы как бы до амбассадора я раньше тоже подачал открытие ки тоже побаловался такой фигней и я потом со временем шрифт поменял набаловался когда это юридический отдел взялся попытался за это меня заедет подтянуть а я уже убежал в общем мы сейчас убегаем в сторону заправки потом мы и потом мы на махачкалу у нас уже два экипажа в махачкале ребята в чате знаете что написали пиздец движение мы горят в охрене они еще мало того что ехали вечером езжали часов восемь девять вечера и был дождик очень сильный это просто хаос поэтому мы у нас уже арендован автобус на всю группу нашу 15 человек с гидом чтобы нас возили потому что там судя по всему есть невозможно ну и я хочу потом наверное во время движения вам расскажу свое впечатление об этом городе и татьяне да расскажет поэтому не торопимся бы немножко из-за из времени выбиваемся из тайминга мы должны сейчас в качкале быть уже к обеду часов 12 а у нас 7 часов езды а времени у нас осталось 6 часов да поэтому наверно сейчас мы потихонечку в ритме танца будем ехать мы даже завтрак час машине буду ждать не останавливаться короче мы брат был дождик мы поняли что к тополе мы не поедем и мы решили поспать поспать до пол пятого до увидимся да все ребят мы поехали дим а у тебя будут после вставлены а ты уже проводки дел по вести красивый да 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 там все они уже увидели юный блогер юный блогер кстати у нас нельзя как вам напишите пожалуйста но в чате мне ребята команда написали с нашей чтобы были просят вичу в китай сгоняли такое вот реальное ощущение как будто мы в китае были но мимо храма храм воды это болитвы молитвенный барабан аленушка крутилки вертелки выезжаем в сторону заправочки почему заправочки хотя у нас в принципе почти полный бак ну скажи скажи люди почти так китайцы да нет точника не калмытия азиатской внешности очень интересный и кстати очень гостеприимные нас даже не проверь пока вы вас везем по елисте пополтаем мы приехали в гостиницу я говорю у нас бронь по букингу мне даже номер не просили не номер брони спросили только какой номер да а чё ему на все оплачено было то есть заранее я через букинг заранее все оплачиваю все поезд я вот тоже пока ты говоришь про это когда мы с тобой ходили пешком до храма я заметил очень мало это людность людей маме на улице да ну что что выходной вчера был ребят ваша за листы и смотрим расскажите как у вас вообще преобладающие большинство где выходили были туристы от 90 процентов были туристов местных ячет очень мало заметил и зато очень вкусно покормили и опять проехал он уже третий раз приезжать не туда я чувствую мы сейчас ночевать опять станем сегодня осенью в каком месте будем ужинать мы будем ужинать в ресторане на лермонтово в махачкале в ресторане музеем в общем ребят кто из-за листы вдруг есть среди наших восьмидесяти с лишним тысяч подписчиков которые вдруг смотрят наши влоги напишите как у вас вообще обычно населён такой густо населенный город не густо вообще там 103 тысячи населения 2 наших розаевки 1 4 часть саранск но город такой немаленький по размеру или вот правда то что сейчас трехдневные праздники и народ разъехал все отключаются для мужчин я покажу как я вот нет это стандартный мой набор еще раз того влога я рассказывал как я еду я еду на мобками программка такая для приложения для телефона ядекс навигатор чтобы не покупать радар там за какие-то десять тысяч до рублей я вот за 70 рублей покупаю месяц премиум когда мне надо куда-то ехать совсем далеко это не знаю да где да я совсем ничего не знаю вот он мне все рассказывает вот этот друг и почему преимущество тут родиша когда ты особенно едешь в ночи это моя моя уже вторая поездка когда я еду провод часиков с вечера и всю ночь ехать до утра очень помогает не заснуть трензит постоянно там то камера то еще что-либо потому что есть в город еще и прочее 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 опять я с вами блин мы отсюда до отсюда же выехали там полный заправка не знаю давай мы поехали заправляться до встречи по дороге да это все уже заблудился даже навигатор не помогает по крыму помнишь как тут ездили куда-то мы ехали а еще орал на меня когда прошлом году машину по автобусу выбирали на хрена ты прайм выбрала правильно что-то они прайм выбрала это дорога на астрахань на астрахань на газельную проблему по полю поехал потому что подвеску разошибешь а здесь подвеска как я понимаю предусмотрен не то что большая большая плотная подвеска и плюс тебя профиль и резина большого низкого низкого есть я пробовал друзья вот так вот у нас после кого я вот демпфируют я просто вспоминаю дорогу пахчисарай у нас кто а у нас кстати где это обзор и в моторе что дороги херовые которые надо смотрите погуглите нас там мы живого даже отключили комментарии потому что на нас местные жители такую бочку погнали что вот тварь и пидорасы и в общем мы комменты отключили вы поимели смелость такие вещи и вот это принципе дороги крыма не таврида вот межобластные дороги крыма и когда мы из евпатории ехали в бахчисарай было примерно так же и муж на каждой почке на каждой костерил меня на чем свет стоит потому что я сейчас зубы упреплю слушай а знаешь почему было так потому что газель же была рабочей машиной и ты понимал что если мы сейчас расхерачим здесь у тебя тоже машина рабочая ничего значит сейчас меня не пустиризм ну потому что верят получше и машина твоя да не жалко не жалко зараза вот и поэтому если бы мы сейчас ехали на нашей газели да не ну там жесткая подвеска пиздец бы мне тут был ну я во первых бы не ехал 100-100 км в час я бы может 60-70 ехал поменьше ну на комфортной температуре температуре на комфортной скорости я бы ехал 40-60 в зависимости дорога позволяла еще будешь петь дорогу? если кто не найдет про инфрацию наш обзор я ссылку в описании добавлю заходите комментарии можете оставить время пол восьмого утра до Махачкалы 430 км мы в принципе преодолели один довольно непустой участок дороги и час времени мы уже отбили и едем дальше это камера со стабилизатором а если без стабилизатора то мы бы нас вот так взорвали все отключаем ребят мы дикари мы верблюдов нашли верблюды он там сзади главный верблюд они его везут что ли или он их везет да гонит верблюдов кстати есть какой то ресторан с верблюдятелем давайте попробуем ну конечно качество будет гггг но мы ближе сделай блин верблюды а вот так вот я не вижу я не вижу непонятно через камеру у тебя получилась дочь? я не вижу вот дикари верблюдов увидели сейчас так дай посмотрим ну вот у ребенка получилось что сделать grass злок злок Так, ну что, мы в республике Дагестан. Дмитрий Юрьевич, расскажите, пожалуйста, какого у вас останавливали на блокпосту и с автоматами документы спрашивали? У всех иногородних, и там останавливают и проверяют документы. Что спрашивали? Да ничего просто, спрашивали пашу документы. А паспорт смотрели? Нет, паспорт, водительское удостоверение и ПТС просто. И страховка? Стракон-прежим. В общем, записали кто-то и что-то. Ну да. А спрашивали, на сколько дней? Нет, спросил откуда, пропордают. Ну я вижу, что в славянской республике, там в основном они почему-то спрашивают мужчин кавказской национальности запрещенные наркотики, оружие. Зачем документы? Да, зачем туда-сюда. А кто более-менее в славянской национальности? Ну да, нас в машину посмотрели, два ребенка. Мы еще подокапывались до охранника. А где туалет? Она долго. А можно выйти? Ну да, мы спустя дарку любим, мы друзей замочили. кстати дороги пока ровнюханьки посмотрим как будет дальше до дагестана нам 260 километров показывать что через три часа 30 минут мы там будем очень на это надеемся повторюсь мы немножко выбились из графика потому что у нас к этому времени уже все ребята будут на месте кто на машинах тюмени саранск они уже приехали две семьи одна семья на поезде в 12 часов прибывает а сам на самолете ваш не вас прилетает 12 вы получаете самый последний должен быть самый первый наш мешает обгонять пирожи я вижу уже на дорогу лужи да есть она пропала иллюзия обалдеть я первый раз видел пирожи как он исчез то есть сейчас тоже а как так иллюзия но как так выжал ображать в воде да а воды нету то есть где-то мокрая дорога подальше нет это теплые слои воздуха делают зеркальное отражение ну как линзы петрович эффект линзы ну вот реально дорога как будто мокрая впереди и вот люди кто по пустыне идут когда вот идет большая жара воздух же идет наверх горячий и вот он идет и создает такой эффект ну да время 9 утра 24 градуса за бортом ну асфальт горячий что ли я в ахрене теперь я понимаю что такое мираж ты это не стал в пустыне снимать ну покажи чуть-чуть бурзианской это пейзажи в принципе барс примерно вот так живет ты там был на лево ну да на той неделе ездил на машине ну да больше всего иллюзий идет когда более плоская поверхность когда он на траве идет вот как сейчас вот вот когда более плоскости больше вот горизонт ее больше заметно а когда идет рельеф частный ее не так сильно заметно а кто говорил чтобы не говорили бабы киеве пожалуйста мы едем за фурой который называется мамут сейчас мы проехали только что населенный пункт под названием люксембург очень маленький точно такой же как одноименные княжества лучше попу побольше чуть попу тебя чё снять вот мы едем в дагестане так мы уже в дагестане нам осталось 120 км мы уже в дагестане да я не еду в дагестане да у актрисы режим работы включился у нас есть личная актриса я тебя люблю наши ребята уже испробовали местное Каспийское морюшко тюменцы в восторге в Тюмени моря нет в Тюмени моря нет мы сейчас тоже доедем но нет у нас начало заселение когда отвечаешь за большую группу людей недорослабухи у меня такое ощущение что мы всех отправим 21 еще на неделю оставим все уже отдыхаем Дмитрий Юрьевич опять тратит мои нервы и кстати погода 26 градусов за бортом а время 10.33 слушайте пока мы едем а вы потом будете уже смотреть влог напишите пожалуйста я знаю что у нас вообще очень много местных жителей и из Дагестана и из Дербента и даже из Унива есть мы кстати через них и познакомились с Дагестаном откуда вообще возникла эта идея потом мы расскажем подробнее почему мы поехали в Дагестан почему мы поехали за счет компании я правда юбочки беру но чтобы все прикрыть и у меня такой вопрос я же как Дима говорит это овощной кузел а какие овощи и фрукты здесь в это время но хотя мне кажется судя по тому что погода в принципе такая же как и на Черноморском побережье и в Крыму то в середине июня здесь стопудово черешни начальные абрикосы клубника и шелковица пожалуйста Махачкала Аленушка 111 километров Баба Юрт 3 километра Баба Юрт 87 километров уже до гостиницы это примерно в районе 60 километров до Махачкалы мы судя по всему подъезжаем к Сулаку и нам открываются потихоньку горы господи как я их люблю за бортом 26 я конечно в тонком костюме но с длинными ногами и рукавами мне будет скоро жарко а я вот за прайбом пролепилась как аж Дима нашел собрата как наш автомобиль только предыдущего поколения и даже в навигатор вообще не смотрит он едет за его и едет за весь день неадекватности пока на дорогах не заметили но посмотрим это редкие личности которые есть неадекватные обгоны машины которые не имеют никакого смысла в обгоне можно было просто подождать спокойно погнать они прямо под машину и много закипающих машинок которые ну да каждый развлекается по-своему ну знаешь спокойствие приходится когда я тоже может был молодым таким же был был даже когда газырь купил был был зачем я погнал четыре года назад Димка залупался сейчас спокойно эти слова ну торопись торопись и сам едет на промежьей скорости не ну я никому не мешаю я спокойно еду на своих кексисках комфортно для себя но я никому не мешаю я не подрезаю я глупые обгоны опасные как бы я обгоняю себя я не делаю я должен подвергать себя близких своих мы все видели мы все видели в марте когда в москву ехали они нормально тоже очень это вам докажется да? а по факту все просчитано рассчитано Дим, что за красная разметка? временная разметка а почему красная? ну может дорожная работа тут будет происходить и будущая временная ну может это место как отличительное особенно в Дагестане но так обычно это временная разметка он просто временная но она на месте обычной разметки белой ну не знаю по правилам это да и все что дальше а горькие горькие там остаются но мы в них поедем мы в них поедем уже послезавтра первый въезд так давай сначала зарезюмируем вот мы въезжаем у нас эмоции переполны я во имя не хотел с ума сойду первые впечатления даже километры в город не заехали а у нас уже полные штаны впечатлений давай ты начинаешь а так мы останавливались на местные заправки кстати Дим 100 и бензин 57 а дизель 35 у них дизель такой дешевый ну не знаю ну вот мы остановились на мойку самообслуживания аленушка захотел еще в туалет ну я в мой ресторан расскажу да Дим давай ты про мойку ну обычно я свой опел он у меня маленький чтобы пыль смахнуть ну сами знаете незначительное загрязнение я уже умудряю в своем регионе за 150 рублей а можно я пока горы буду показать а ты говорить будешь ну показывай а там их сторон не будут ну попробуй да не будет видно 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 рассказывай вот умудряю за 150 рублей мыть опел если он загрязненный после дождя у меня 200 рублей ну это у меня выходит с воском и осмос полная мойка короче я ополоскиваю всегда осмосом чтобы это не было разводов я опел не протираю тряпочками чтобы не портить лакококрасные покрытия вот это 200 рублей прайм у меня выходит в саранске средняя мойка если он просто так же опять пыльный небольшой небольшая пыль ну так присутствует не свежий тоже 200 рублей а если грязный 250 300 рублей да да 250 300 рублей при езде в бахачхалу я прайм помыл с воском и с очевидителем резины даже у нас кстати в регионе такого нету за 140 рублей я в афиге правда да какие цены да это что такое в принципе зарплаты допустим 30 тысяч в махачкале мое первое впечатление тут жить можно кучерявое сейчас посмотрим теперь расскажу мое первое впечатление ну переверни на себя а теперь расскажу я смотрите у димы было 150 рублей мелочи 140 как раз у них выложился да 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 еще осталось я тут уже излишне стал уже резину червят но то же там автомат зашим не выдает а вот нас отправила на заправку разменять деньги ну скорее всего не разменяют купить что-нибудь а теперь про туалет она оставленный влогер вот а подхожу к заправщику я говорю где-нибудь может разменный автомат есть он говорит что случилось мне там деньги разменять да пожалуйста вам какими вам наверное может быть мелочь еще нужна там же сдачи то нет он нам разменит 500 рублей так как надо мне спрашиваю где у вас туалет ну как бы да там куда заплатить туалет у нас на улице проходите заплатите сами думаю ну ладно вы представляете какой должен быть придорожный туалет да здесь же все чистейшее все в плиточке идеальнейшее даже помывка для ног есть и висит ящичек туалет платный по возможности оплатите 10 рублей ребят я пока в легком шоке это культура да это культура уже то есть люди кладут сами и понимаешь чисто чистейшее сколько раз его там моют хотя это такая довольно небольшая заправка петро 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 или петро сейчас мы плавненько въезжаем в махачкалу у нас в принципе нас уже все приехали поезда и самолеты и машины что мы пасли ну ничего страшного я думаю мы даже ножки в море сегодня помочим нужно сходить на улице 25 вот пока впечатлениями очень положительные от этого поезда единственное что не учли на текущий момент нас все-таки много 15 человек и если на ужин мы забронировали в ресторан на Лермонтово мы этого покажем да то на обед мы очень забронировали надо что-то придумать сейчас что-нибудь придумали жажду утоляющие возьмем жажду утоляющие и до вечера ждем потому что мы там заказали вот столько потому что цену опять праздник желудка будет окей я вам не говорила чтобы все подряд не ехали в Махачкалу а еще смотрите у нас же заказан полностью гид с автобусом с туром в общем со всем включено мы с вами потом поделимся контактами единственное что работают они либо с девочками ну с женщинами девушками либо с семейными парами одиноких мужчин не принимают на экскурсии имейте пожалуйста ну и с другой стороны смотрится это логично и правильно мужчины у них другие экскурсии да вот а такие вот именно экскурсии где красоты каньоны горы реки форелевая ферма море Алене надо на море сейчас мы туда приедем грубей интернет дайте интернет и иду и палатку и пристегнута болтушка хорошо смотри гостиничный комплекс начинают строить а тут я смотрю уже по горизонту космическое море с левой стороны очень хорошее направление скорости не видны от воды разводов если вот обычной водой моешь они фильтруют остаются разводы пятна белого а вот сейчас вот смотрю да вот на стекле даже смотрю ни одного развода вот небольшие и то наверно не махнул это мой капот прошел а так вот всего практически чисто тоже похода скоро здесь будет такой же этот рай шашлыков да нет тут строительный мой год 4 не на он видишь гостиницу строю гостевые дома ну я буду не знаю тут жить очень удобно тут все время движения пыль машины настоящий пломбир что мне грешить придется да ну как приехать место мороженое попробовать все выключается потом призов покажешь дима сказал снимай снимаю и очень похоже на севастополь местами едем наверх где-то рядом каспий я тут кстати вычитал что каспийское море озеро это остаток хвалынского или хавынского море которое было на территории вот современной россии в ледниковый период дим ты чё-то уже злой устал ну хоть же хватит обедать хочу и покушать нем нем я тебя снимаю а ты чё злой димка вредным бывает вы стать в курсе еще не человек что еще и ругается иногда примерно такие здания кстати и все стоплю можно заметить очень похож как будто в середине водку в офисе едем до кушать хочу все просины проголодались мороженое с молоком это молочный коктейль называется дим как тебе водители то люди боятся датистанских водителей как тебе это объяснить это все я еще только набираюсь опыта вождения кстати видите дима бороду отпустил чтобы за местного скосить я хочу единственно сказать тут нужно просто адаптироваться к их движению каждом регионе независимо это россия какая или другая страна у каждого города региона есть своя такая фишка манера манера езды да и просто нужно к ней успеть адаптироваться и если вы этот момент поймали вам будет очень комфортно находиться в потоке на это опыт уже да скорее всего я делась как бы мало вождение по другим городам вот ездить да вот то вы будете встретить тяжеловато если у вас большой опыт путешественного автомобиля другим городом да вам будет конечно место легче да у вас больше как бы опыт и суши машины сколько красивых интересных нет вообще просто тоже не первая машинка встречающийся интересно да короче очень короче на ржавый фас поехал горячий очень готовые уже мне тут к этим вот эти бибиканье вот это то что сзади сбоку нужно отнестись к с пониманием люди вас не хотят оскорбить они вам были подсказывают давай быстрее быстрее или пропускай ну они просто такая манера они просто импульсивные вот так вот но они не держат зла на вас это такой тип общения это то же самое что у нас начать костерить да но мы просто идем машине нет вот они за счет бибикулки себе как бы подсказывают общаются между собой язык местных чё там на ура нам осталось 9 минут мы почти на месте на месте едем мы в отель крепости кстати кто здесь уже был пока мы вам его не вернулся на великую расскажите как она вам вдруг вы уже знаете орел и решка махачкалит мы поймем махачкалут поэтому собрались что кто-то орел решка еще посмотрел орел и решка это был уже как бы последний гвоздь забить игрок уже был железный оборот на самом деле очень классная передача тем в который ты посмотрел понимаешь что тебя ждет дух они мне тоже не понравилось то что я буду сейчас лицезреть скажем заранее готовы заранее готов что я буду уверен в том никак не в патторе когда мы приехали охренели мы их любим очень любим крым нам очень нравится мастер полители которые сдают комнату у нас в центральную часть россии кошелек виде кошелька как вот рокфор сыр увидел мультик сыр там летающий сыр вот видишь он не вижу сзади бибик но типа это не обгоняй я еду но дать логично что подсказал а то понимаешь они же все кавказы импульсивные они могут это резко резко вылезти а он подсказал в общем если правильно научиться читать их пибиканье то они не раздражает оборот помогает вот и желаем подсказал все пропускает вот а вы же также в 90-х и ездили в россии просто потом в вынесли закон проек что не надо по городу уже так вот безудержно бибикать а здесь немножечко свое число скорости 60 километров в час чё с пальцем 5 и 3 километра до вместо нашего пребывание на ближайшую неделю мы еще номера покажем мы все покажем ребят покажу надеюсь чем намного интереснее чем в листе в листе надеюсь там ну я могу простить из того что это маленький город это можно простить ну я бы конечно кто немножко с деньгами конечно рекомендовал бы немножко вложиться в бизнес гостиничный бизнес ты про махачкала с каждым годом становится все более популярны для туризма а и листа она как раз вот такая транзитная зона хорошая где можно переночевать слушай вот смотри касаемо махачкалы я когда в своем клиентском чате по сибирскому выложила то что мы уезжаем мне написала 4 человека 1 в чате трое в личку что а вы когда мы тоже махачкалу едем кто-то с томска едет потом сперми ребята едут с москвы ребята едут и причем которые сперми едут ой забыла как зовут она говорит мы каждый год ездим махачкалу мы не ездим ни в крым не на черный мой мы едем сюда нам нравится а вот мы заговорились что снять а что доченька да там был красиво хорошо все отключаюсь не получилось показать вам идеально чистый номер буду показывать уже как есть потому что потом вообще в общем за пять номеров у нас один одноместный два трехместных и два вот таких номера четырехместных мы отдали 100 ровно за 7 дней маленький шкафчик вот единственный минус то есть у ребят соседнем номере большой шкаф у нас маленькие вещи что не умещается поэтому что-то вот так будет лежать здесь все время в чемоданах двуспальная кровать здесь детям большой раскладной диван а вот и мы а вот аленка стол холодильник тумбочка с причиндалами огромная просто ванна но единственный нет то есть соответственно вода будет вот вот сюда вот этот моментик и даже и киевский стилаж ренша это отель гостевой дом крепостью четырехэтажными на третьем этаже а внизу получается у нас вот такая вот зона фонтанчик очень жарко просто безумно горы и с той стороны моря вот здесь кафешка сейчас пойдем сюда обед и здесь будем завтракать а потом на море до купаться а в 7 часов пойдем вкусности есть принципе все показала пошли мы дальше приводить себя в порядок халатик прилагается вот там сосудим номер у нас ребята так ты все мы заселились я номер снимала снимала о счастье я хотел отдуваться что мы всегда показываем все наоборот сначала еду а потом номер надо обычно правильно снимать номер потом еду мы пришли в кафе сейчас буду кушать татьяна помню уже заказал на красненький как помидор а я после ванны кто-то придумал производитель все выключай выключай потом все покажу ключи потратить не дают